Нетленность так называемых святых останков в первую очередь ассоциируется с христианством, однако в других культурах мы также без труда отыщем примеры почитания тел умерших, не тронутых естественным процессом разложения. И пусть для буддизма культ мощей может быть не так важен, как для христианства, свои святые реликвии в виде нетленных останков имеются и у адептов этой древней религии. Одним из самых популярных, не подверженных тлению тел в буддизме является хамба Ламы Тигелов. Даши Даржой Тигелов родился в 1852 году в Бурятии. Среди монахов Иволгинского дацана, расположенного в 30 километрах от Улан-Удэ, бытует поверье, что Тигелов не имел обычного рождения и появился на свет уже пятилетним. В возрасте 15 лет Даши Даржо, неся в руках палку с помещенным на нее черепом, добрался до Анинского дацана, где следующие 23 года изучал буддизм. Чтобы Тигелова выходцы из казачьего сословия не забрали на воинскую службу, по просьбе настоятеля монастыря жители близлежащего поселка в течение 15 лет вносили за него в казну установленную плату. С 1911 по 1917 годы Итигелов являлся главой буддистов в Восточной Сибири, будучи двенадцатым пандита хамбо-ламой, а также активно занимался благотворительностью. В 1916 году он был награжден орденом Святой Анны второй степени за помощь солдатам, сражавшимся в Первой мировой войне. Годом позже Итигелов по состоянию здоровья сложил с себя полномочия хамбо-ламы и удалился в Янгожинский дацан. А спустя десять лет его не стало. Как гласит легенда, в 1927 году Итигелов сказал своим ученикам, что покидает их, но вернется ровно через 75 лет. Одновременно с этим учитель огласил свое завещание – через три десятилетия навестить и посмотреть его тело. После этого Итигелов сел в позу лотоса, погрузился в медитацию и, как верят буддисты, ушел в нирвану. А на самом деле перестал подавать признаки жизни. То есть умер. Тело ламы поместили в ящик из кедрового дерева – бумхан, состоявший из двух вкладывавшихся одна в другую частей и похоронили в местности Хухэ-Зурхэн. Останки Итигелова эксгумировали трижды – в начале в 1955 году, раньше положенного срока. В присутствии семнадцатого хамба ламы монахи выкопали ящик и увидели Итигелова нетленным. Тело переодели в новую одежду и вернули в землю. В 1973 году буддисты вновь потревожили хамба ламу и, точно так же, как и восемнадцать лет назад, убедились в том, что останки Итигелова не разлагаются. А 10 сентября 2002 года, спустя ровно 75 лет после смерти хамба ламы, состоялась третья и последняя эксгумация. Труп находился в деревянном ящике, почти доверху наполненном солью. Очевидцы утверждали, что кожа Итигелова была мягкой, без признаков гниения, сохранились уши, волосы и ногти. Пальцы, рук и локтевые суставы были подвижны, а само тело без каких-либо признаков бальзамирования благоухала. Когда при снятии одежды с пальца правой руки и голени левой ноги была содрана кожа, в образовавшихся ранках показалась желеобразная кровь. В отчете Республиканского бюро судмедэкспертизы Бурятии, составленном по итогам осмотра останков Итигелова, говорилось «Труп мужчины в сидячем положении, причем ноги трупа согнуты в коленях, а голени со стопами перекрещены. Предплечье рук лежат на бедрах. Голени в области голеностопных суставов и кисти рук перевязаны шелковыми тесемками. Спина трупа прислонена к спинке основания. Голова трупа, туловище фиксировано к спинке посредством шелковых тесемок. Голова трупа обмотана кусками тонкой шелковой ткани. На теле трупа имеются халаты с шелковой ткани оранжевого цвета. Ткань халата, обшивка спинки основания сухие, без признаков гниения. Прочность, окраска тканей сохранена. Какие-либо посторонне ароматические, смолистые или гнилостные запахи от содержимого короба и от трупа не определялись. Между телом трупа и стенками короба находилось сыпучее, мелкокристаллическое вещество серо-белого цвета, без запаха, более спрессованное в нижних отделах ящика. При этом установлено следующее. Кожные покровы светло-серого цвета, сухие, податливые при нажатии на них пальцами. Мягкие ткани трупа туго эластичной консистенции, подвижность в суставах сохранена. Волосяной покров на голове, ногтевые пластинки сохранены. Поза трупа при извлечении последнего из короба сохраняется без использования каких-либо поддерживающих и фиксирующих приспособлений. Каких-либо следов, свидетельствующих о ранее произведенном вскрытии полости тела с целью возможной бальзамации или консервации, а также каких-либо повреждений, следов ранее перенесенных травм, оперативных вмешательств, заболеваний на теле трупа не обнаружено. В 2004 году ученые произвели повторный осмотр трупа Этигелова. И это был последний раз, когда им разрешили исследовать главную достопримечательность иволгинского дацана и важную буддийскую реликвию. К сожалению, не проводились ни компьютерная томография, ни другие лабораторные анализы, которые наверняка дали бы больше информации о том, в каком состоянии находятся внутренние органы Этигелова. Они, как считают исследователи, сохранились. Доктор исторических наук, профессор Галина Ершова, сравнивая каким было тело Хамбаламы в 2002 и 2004 годах, рассказывала Этигелова. В целом ткани стали более упругими, уже не образовывались характерные углубления при надавливании, хотя мышечные ткани еще сохраняли эластичность. Подвижность в суставах уже отсутствовала. От тела ощущался запах благовоний. Сухая кожа головы была как бы чуть маслянисто-влажной, возможно, монахи стали применять смазку маслами. Линия рта, как и глаз, уже не различается. По субъективной оценке, вес тела по сравнению с моментом эксгумации уменьшился примерно на 15 кг. По словам Ершовой, после того, как Этигелова перевезли в Иволгинский дацан, у Хамбаламы изо рта начала выделяться жидкость, которая оседала на стенках стеклянного куба. Из-за этого монахи, вероятно, и решили, что лама дышит. Ко всему прочему, кожа стала темнеть и выделять соль. Таким образом, если в 2002 году, сразу же после извлечения останков Этигелова из кедрового ящика, ученые фиксировали эластичность кожи и подвижность суставов, то спустя два года они же констатировали отвердение кожи и следы ее обработки какими-то маслами, отсутствие подвижности суставов, уменьшение веса тела, то есть его усыхания, а также разрушение рта и глаз. До третьей эксгумации состояние тела Этигелова было вполне удовлетворительным, однако почти сразу после того, как останки подняли на поверхность и перенесли в монастырь, они начали высыхать. Можно предположить, что своей сохранностью тело было обязано условиям, в которых оно находилось до 2002 года. Другими словами, монахи очень хорошо законсервировали останки своего учителя, усадив его в кедровый ящик и засыпав солью по самую макушку. С каждым годом мощи Этигелова постепенно превращаются в классическую мумию и на сегодняшний день уже ничем не напоминают нетленное тело. Этот процесс был бы еще более быстрым, если бы не круглосуточный уход за останками Хамба-ламы. Смекнув, что дальнейшие исследования могут бросить тень на феномен нетленного тела Этигелова и подвергнуть сомнению чудо, в 2005 году Хамба-лама-дамба Аюшеев не только полностью ограничил доступ ученых к буддистской реликвии, но и запретил фотографировать ее с близкого расстояния, поскольку, как считают буддисты, наука все равно не в состоянии объяснить этот феномен. Этигелов не экспонат для опытов. «И нам ничего доказывать не надо. Мы знаем, что он жив», заявила директор созданного в 2003 году института пандита Хамба-ламы XII Этигелова Янжима Васильева, являющийся дальней родственницей нетленного ламы. С 2002 года мумифицированные останки Этигелова используются во время церемонии праздника Майдари, проходящего в Иволгинском дацане. Тело Хамба-ламы, водруженное на паланкин, выносят для поклонения верующим. В обычные дни останки покоятся внутри стеклянного ящика на втором этаже храма, специально построенного для Этигелова в 2008 году. В попытках отыскать какую-либо информацию о Даши Доржой Тигелове вы неизменно наткнетесь на огромное количество мифов о нем самом и его нетленных останках. Верующие полагают, что лама не просто жив и поддерживает постоянную температуру своего тела, но и утверждают, что с момента обретения останков Этигелов набрал в весе, за шесть лет стал тяжелее чуть ли не на 10 кг. Малва наделила Хамба-ламу сверхъестественными способностями. Утверждается, что Этигелов мог находиться сразу в нескольких местах одновременно, умел телепортироваться, ходить по воде, однажды даже пересек озеро, просто раздвинув его воды, а также благословил три сотни казаков, которые затем ушли на фронт русско-японской войны и все до единого вернулись живыми. Паломники, приезжающие в Иволгинский Дацан, чтобы пообщаться с ламой, нисколько не сомневаются в том, что Этигелов отвечает на их просьбы, подмигивает, улыбается, шевелит головой и помогает в решении самых разных жизненных проблем. Даже лечит. В знак благодарности люди оставляют нетленному телу подношения и жертвуют монастырю крупные суммы. А Борис Большаков, доктор технических наук и академик Российской академии естественных наук, признанного рассадника лженауки в России, при помощи маятника сумел определить, что вокруг головы Этигелова существует биополе, причем это биополе живого человека и его размеры составляют ни много ни мало 23 тысячи километров, почти в два раза больше диаметра земли. Большаков уверен, что жизненные силы Этигелов получает от молитв, которые читают у его тела ламы. В Иволгинском дацане уверяют, что волосы и ногти у Этигелова не растут, так как он не жив в общем понимании этого слова, а сумел обмануть смерть и поэтому отныне его тело вечно. Но вместе с тем утверждают, что состояние останков хамба ламы постоянно меняется, тело то набирает, то теряет вес. А бывает и так, что лама улыбается или наоборот серьезен, мотает головой и даже открывает глаза. В октябре 2016 года СМИ облетело новость о том, что Этигелов не просто жив, но и самостоятельно передвигается. Камера видеонаблюдения, установленная в дацане, запечатлела человека, которого, по словам Дамбы Аюшеева, в монастыре быть не должно. Одетый в камуфляж и берцы лысый мужчина выносит из монастыря какие-то сумки или пакеты. На предположение пользователей социальных сетей о том, что попавший в объектив камеры человек может быть охранником или грабителем, вынесшим из даца на что-то ценное, Аюшеев ответил весьма категорично. Не говорите, что видите. Понятно, что видим фигуру человека, и он, скорее всего, хамба-лама или он имеет отношение к нему. Думайте сами. Главная достопримечательность острова Самуи, третьего по величине в Таиланде, не песчаные пляжи, не музеи, не океанариум, не тигровый зоопарк и даже не стоящая на горе 12-метровая статуя Будды. Туристы и паломники со всего мира стекаются к буддистскому храму, посещение которого входит в любую обзорную экскурсию. Люди идут посмотреть на мумию монаха Луанг-Пхо Даенга, сидящую в стеклянном ящике в темных солнцезащитных очках. Как гласит легенда, в 50 лет Луанг-Пхо ушел в монастырь, где и скончался во время медитации в возрасте 79-ти лет. С тех пор мумифицированные останки монаха хранятся в том самом монастыре, где он провел последние годы своей жизни. Примечательно, что на вопрос журналиста комсомольской правды, почему Даенг сидит в темных очках, экскурсовод спокойно ответила. Весной этого года глаз у него вытек, вот и прикрыли. В одном из вьетнамских храмов на протяжении последних трех сотен лет хранится нетленное тело монаха Вук-Хак Миня. На закате своих дней он уединился в небольшой часовне и велел своим ученикам прийти к нему только тогда, когда они перестанут слышать бой молитвенного барабана. Если его тело начнет разлагаться, Минь приказал провести погребение как того требовала традиция. В противном случае его останки запрещалось хоронить. После смерти Миня ученики наблюдали за его телом в течение нескольких месяцев, пока окончательно не убедились в том, что останки учителя нетленны. Монахи покрыли мумию краской, чтобы защитить от насекомых и оставили в монастыре. В 2015 году в Монголии было найдено нетленное тело буддийского монаха Цоржа Санжава Чеметцерена, жившего 200 лет назад. Сидящую в позе лотоса мумию обнаружил в одной из пещер местный житель и некоторое время хранил у себя дома, намереваясь выгодно продать находку. Останки Чеметцерена поразительным образом напоминают тело Этигелова и ныне признаны буддистами священной реликвии. В ноябре 2017 года в Таиланде скончался 92-летний буддийский монах Луанг Пхо Пиан. Спустя два месяца его ученики эксгумировали останки и с удивлением обнаружили, что тело не истлело. Посчитав, что Пиан достиг нирваны, монахи переодели его и оставили в храме до окончательной церемонии похорон. Наиболее вероятно, что сохранность тел монахов, за исключением практикуемого в буддизме бальзамирования, объясняется сочетанием нескольких факторов. В случае с Этигеловым это, во-первых, соль как консервант, замедливший разложение высушившей тела, во-вторых, песчаная почва и сухой климат долины, в-третьих, почтенный возраст ламы, когда тело еще при жизни начинает высыхать, и, в-четвертых, климат внутри кедрового ящика и, собственно, сам ящик, в котором тело Этигелова хранилось три четверти века. Древесина кедра обладает бактерицидными свойствами. Доктор медицинских наук профессор Виктор Звягин в 2004 году категорически отверг возможность того, что останки Этигелова подверглись естественной мумификации, отметив при этом, что известные науки мумии существенно отличаются от того, что увидели ученые, когда их пригласили исследовать останки Хамбаламы. Но, возможно, пятым фактором, способствовавшим сохранности тела Этигелова, была уникальная буддийская практика самумумификации, во многом основанная на специальной диете и посмертных манипуляциях с трупом. В XI-XIX веках у монахов буддийской школы Сингон, японской провинции Ямагата, была широко распространена добровольная самумумификация – сакусин дёбуцу. Сторонники этой экзотической практики буквально высыхали живьем. Вначале монах впадал в состояние безмолвия, неподвижности и медитации, особым образом регулируя дыхание. После этого рацион сокращался до минимума – в пищу употреблялись преимущественно кора и корни сосны, а также ядовитый напиток лакового дерева, способствующий накоплению в организме токсина урушиола. В результате голодания организм начинал буквально поедать сам себя – ткани тела полностью высыхали. Таким образом человек медленно умирал, при этом считая такую гибель весьма почетной. Тела тех, кто не смог завершить изнуряющий тысячедневный курс самомумификации, хоронили традиционным способом. Останки самостоятельно мумифицированных монахов в настоящее время являются объектами поклонения японских буддистов. Бытует мнение, что ученые будто бы подтвердили, что Этигелов жив и находится в особом состоянии, замедляющем все жизненные процессы. Слышать такое несколько странно, поскольку с того самого момента, когда Этигелова достали из деревянного ящика, ученые, говоря о его теле, использовали исключительно слово «труп». Вместе с тем серьезных исследований феномена нетленных останков хамба ламы не проводилось. Ученые анализировали лишь несколько предоставленных им образцов – волоски, кусочек кожи и обломок ногтя, которые, впрочем, не смогли сказать ничего конкретного о состоянии ламы. Удалось лишь выяснить, что температура останков ниже 20 градусов, что не позволяет назвать Этигелова живым, а также то, что концентрация брома в теле ламы превышает норму в 40 раз. Помимо этого, как отмечала Галина Ершова, при исследовании инфракрасных спектров представленных образцов кожных покровов и ногтей установлено, что образцы, взятые из тела Этигелова, отличаются от контроля в областях спектра, характерных для неорганического компонента кожи и ногтей, в частности с фосфатными группами. Что касается карбонатных и белковых фракций, то каких-либо различий между исследуемыми и контрольными не обнаружено. Скорее всего, незадолго до смерти Этигелов начал готовить себя к уходу – в больших количествах употреблял от содержащей бром растения. Не исключено, что его диета состояла только из них. По словам Ершовой, перенасыщение организма бромом угнетает процессы возбуждения в центральной нервной системе, но почти не оказывает влияния на ту часть мозга, которая контролирует кровообращение. Мы предположили, что Этигелов достиг своего состояния путем отключения жизненных энергообменных функций организма и вхождения в глубокую медитацию. Таким способом он сумел смоделировать анабиозоподобное состояние – временное прекращение жизнедеятельности. Само по себе это явление в живой природе не в новинку. Итак, давайте подытожим. Что нам доподлинно известно об останках Этигелова, если отбросить в сторону все мифы и заблуждения? Мы знаем, что в 1927 году Даши Даржой Тигелов погрузился в медитацию и умер. Монахи поступили с останками учителя так, как завещал сам Лама, поместили сидящее в позе лотоса тело в ящик, сделанное из кедрового дерева, и зарыли в землю. Кедр обладает бактерицидными свойствами, что, надо полагать, стало одной из причин того, почему останки не подверглись разложению. Не последнюю роль в этом сыграли соль, которой было засыпано тело Хамба Ламы, который высушивает останки, а также сухой климат Иволгинской долины и песчаная почва. Мертвое тело буддистского Ламы находилось в более-менее приличном состоянии, сохраняя эластичность кожи и подвижность суставов, пока хранилось в деревянном ящике под землей. Когда останки Тигелова были извлечены из Бумхана, они стали постепенно превращаться из нетленного тела в обычную мумию, что подтверждают слова Галины Ершовой. Уже после эксгумации 2002 года было очевидно, что некоторые участки кожи Хамба Ламы повреждены, глаза находятся далеко не в идеальном состоянии, кожа потемнела и стала выделять соль. Нос поврежден, в результате чего монахи, вероятно, вынуждены были заняться восстановлением драгоценного и неиссякаемого тела. Именно так буддисты называют останки Тигелова. В последующие два года состояние Ламы только ухудшилось. Останки еще больше стали напоминать мумию, в результате чего нынешний Хамба Лама принял решение прекратить научные исследования буддистской святыни. Сейчас кожа Итигелова имеет желтый оттенок, а нижняя часть лица подвязана куском материи, вероятно, потому что челюсть уже не держится. Не может не вызывать недоумения то, почему при всем колоссальном пиаре останков Итигелова его тело скрывают, выставляя лишь по особым дням, запрещая фотографировать и проводить какие-либо исследования. Одной лишь заботой о состоянии драгоценной реликвии такое поведение не объяснить. Если нетленные останки Ламы способны не только исцелять, но и изменить мир к лучшему, как считают буддисты, то почему не поделиться этой уникальной реликвией со всеми, вместо того, чтобы прятать ее на втором этаже специально возведенного для мумии дворца? Может быть, все дело в том, что глядя на нынешнее состояние тела Итигелова, его высохшую кожу, запавшие глаза и явные проблемы с носом, который, подозреваю, был отреставрирован, так как практически отсутствовал сразу же после обнаружения мумии, и едва ли кому-то кроме верующих, не сомневающихся в могуществе и удивительных способностях Хамбо Ламы, придет в голову, что в один прекрасный день учитель выйдет из спячки и откроет глаза. Если тело Итигелова даже при постоянном уходе постепенно разрушается, то все разговоры о феномене нетленности, особым пограничном состоянии между жизнью, смертью и грядущим возвращении Хамбо Ламы не более чем самообман. Соответственно, нет и никаких чудес. Еще раз возвращаясь к вопросу о том, каким образом останки Итигелова сохранились в течение 75 лет, нельзя не обратить внимание на то, что способ мумификации, который скорее всего использовался в случае с бурятским Хамбо Ламой, был хорошо известен в 17-20 веках в Монголии. Тела религиозных деятелей засыпали толченой каменной солью, в результате чего останки высыхали, превращаясь в мумию. Естественно, как и в случае с Дашидаржой Тигеловом, ни о каких жизненных процессах не может быть и речи. Итигелов мертв, а сохранность его тела объясняется не проповедуемым им учением, а особыми условиями, в которых оно находилось, и, возможно, одним из способов самомумификации, практиковавшейся буддистскими монахами и о которой не мог не знать Хамбо Лама.